Главная тема всех информационных выпусков – ситуация с распространением коронавируса. По данным оперативного штаба, в округе на 27 марта не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. На госпитализации в связи с тем, что были в контакте с больными, находится 14 человек. 1136 на карантине в режиме самоизоляции. 147 человек сняты с карантина по истечению срока наблюдения. Напомним, на Ямале введен особый режим для недопущения распространения инфекции. Вернувшиеся из-за рубежа жители регионов уходят на двухнедельный карантин. Однако, как рассказал нам главный санитарный врач Губкинского Виктор Кошара, правоохранители выявили случай нарушения режима самоизоляции. Человек, который находится на самоизоляции, в ранние утренние часы выгуливал собаку. Это тоже является нарушением. Полиция на него составила материал. Будет составлен на него протокол административный и передано на рассмотрение в суд. Теперь уже служители Фемиды примут окончательное решение по привлечению нарушителя к административной ответственности. Поясним, те, кто вернулся из-за границы, обязаны уйти на самоизоляцию на две недели. А нарушившего режим могут привлечь не только к административной, но и в случае распространения по его вине инфекции, к уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы. В настоящее время Госдума рассматривает вопрос об ужесточении наказания за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса. Также добавим, что в случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции, человек лишается листка нетрудоспособности. Меры ответственности и наказания для тех, кто нарушает карантин по коронавирусу, были разработаны по поручению премьер-министра России. 18 марта полицейские перешли на усиленный режим работы с целью наблюдения за гражданами, которые находятся в режиме самоизоляции. Напомним, людям, находившимся в контакте с больными, запрещено покидать квартиры до отмены им режима карантина. Граждане, которые находятся на самоизоляции, обязаны выполнять и распоряжение Роспотребнадзора, а именно разрешать обработку квартиры сотрудниками санитарных служб. Также должны сообщить номер своего телефона сотруднику для контроля. Эти требования являются обязательными. При отказе их выполнения наступает административная ответственность. Полицейские напоминают, что все меры направлены прежде всего на обеспечение безопасности и профилактику распространения инфекции.